Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует Сантехник и 119 выпуск передачи Вот уроды! Самая аполитичная передача по миру танков, ибо любители политики просто тихо курят в углу на фоне того, какой стоит артосрач под последними видео из этой рубрики. Итак, все начинается с пятого места. Пятое место и двое совзводных, КВ-3 и ИС-3, стреляют друг другу по гуслям. Разумеется, КВ-3 сразу же голубеет, потому что они очевидно делают это далеко не первый раз. Это все дело наблюдает артиллерия и на целых 700 вкидывает КВ-3. ИС-3 дамажит эту же арту, а вот КВ-3, к сожалению, промахивается. Если бы он попал, его бы наверняка забанили. И дело приобрело бы совершенно другой оборот. Сюда же вмешивается СУ-122-44. Но уже имеет дело с ИС-3, потому что КВ-3 боится автобана. Он понимает, что он голубой и пытается не стрелять. Пытается держать себя в руках. Таранит ее. Но Сушка решает ему добавить, потому что он голубой. Тот разворачивается. ИС-3 стреляет. Не пробивает Сушку. Но вот Сушка зачем-то убивает КВ-3. Если бы он дал еще один дамаг, он бы отправился в автобан. А так ему удалось отделаться легким испугом. Перестрелка продолжается. На этот раз уже с ИС-3. ИС-3 кидает еще раз и тоже приобретает голубой цвет. И дальше выезжает по душу нашего чувака, который влез вообще в чужие разборки. Ну, как бы его сюда тоже никто не звал, с одной стороны. Но с другой стороны, покарать голубого в последнее время, это стало какой-то традицией, что ли. Я даже не знаю, как это назвать. Трендом, может быть. Ну, по концовочке ИС-3 все-таки эту Сушку добивает и отправляется в автобан. Вот такие вот у нас ребята. Взводные ИС-3 и КВ-3. Браво! В смысле, вот уроды. Почетное четвертое место у нас занимает командная заруба из-за брелка. Из-за Т1. Из-за Т1. Девятый уровень боев. Т1. Стоковый. Т1. Стокового. Т1. В бой девятого уровня притаскивает какой-то дебил на Тигре. Ну, ребята, у меня просто не остается мыслей по этому поводу, что должен был делать Т1 в этом бою. Ну, ладно. Собственно, здесь еще можно отвлечься вот на союзника голубого на АТ-шке, который убил этого Т1. Ну, что говорит как бы о том, что с первого выстрела стал голубым, значит, такой союзник. Ну, ему еще, конечно же, начинают остальные союзники накидывать в корму в виде стокового Буратоса и Лорейна. Буратоса сразу же отползает в ангар от выстрела Японца, который является совзводным этой АТ-шке. Ну, и разумеется, тут Лорейн тут с подпалом, тут набрасывается. Конечно же, голубого надо обязательно убить, даже если он в чем-то и был прав. Да не в чем-то, он был прав здесь. На все 100% надо было прихлопнуть ту козявку, чтобы у него не было желания в следующий бой заходить и портить бой всем остальным в своей команде. В том плане, что минус ствола-то как бы всегда неприятно. Вот уроды! Давай за ними! На третьем месте у нас артовод. Обиженный то ли жизнью, то ли судьбой. Непонятные его причины нанесения урона по союзникам. Сначала он бросает фугас по японцу, который большой и картонный, и фиг промажешь. Ну, и разумеется, с поджогом, они ж по-другому не умеют. Если попадание фугаса союзнику в корму, то это подпал однозначно. Но через какое-то время японец приезжает на разборку. Типа выяснить отношение, что за фигня. Напрасно он-то сделал, потому что он первым отправляется в ангар. На этом, разумеется, наш артовод не остановится. Неизвестно, что его сподвигло на такую вот идею. Но, тем не менее, он решает уничтожить всех союзников на этой карте. Ну, всех, конечно, у него не получится уничтожить. Но кое-кому прислать фугасом в глаз очень даже запросто. Причем, ни за что. Они ведь все, в принципе, правильно делали. Да, и японец, например, получил только за то, что он едва начался бой, сдвинулся с места и поехал в сторону противника. То есть, они еще не успели толком накосячить. Ну, и вот здесь, конечно, Firefly, который тут стоит, он, конечно, зря это сделал, потому что надо было внимательно смотреть на мини-карту. И, вполне возможно, он увидел бы, что у него за спиной голубой квадратик. Что есть очень недобрый знак. В итоге голубой квадратик убивает троих и отправляется в автобан. Ну, благо, хоть после третьего убитого союзника их все-таки банят. Второе место. И опять крутая разборка внутри команды. Все начинается с того, что Е-75-му не в кого было пострелять. И он решает сбить гуслю Т-62-му. Т-62-й до этого чуть-чуть таранился в союзную артиллерию и снес ей 5 хп. Очевидно, это послужило причиной Е-75-му, чтобы нанести по нему выстрел. Но он ведь не догадывался о том, что тот самый Т-92-й и этот Т-62-й, они во взводе. И поэтому, если он взводному там чуть-чуть что-то стукнул, то ничего страшного не произошло. Далее, к ним подключается третий взводный на Паттоне, который наносит урон этому Е-75-му. Далее подключается какой-то непонятный Бульдог, который непонятно, что здесь делал. И, разумеется, попавшись под горячую руку, Е-75-й дамажит его. Но вот что произойдет дальше, я, честно говоря, немножечко так и не понял, каков был во всем этом смысл. Сюда приезжает 92-й. Так, вот Бульдог получает очередной выстрел в гуслю. Е-75-го банят и здесь 92-й ставит точку на Бульдоге. Я так понимаю, что это действие обозначало то, что Бульдог занимается какой-то фигней, вместо того, чтобы заниматься непосредственными обязанностями. Ну, в принципе, он, конечно, может и прав, но своего убивать-то, по-моему, уж чересчур. И вы знаете что? На этом все не заканчивается. Добивает этого Е-75-го. И здесь, через какой-то промежуток, еще небольшой эпизод. Вот, обратите внимание, куда стреляет Сотка. Вот он остановился, ему повезло, арта промазала. Там перед ним Е-5, который там пытается перестреливаться с противниками. Ну и Сотка не находит другой цели, кроме как зарядить Е-5-му в попец. Потому что на линии огня противников явно не было. Ну вот, 7 тимкиллеров в одной команде. Один голубой забаненный, один убитый. Там один покалеченный. В общем, какой-то бред. Ну что ж, ладно, давайте к самому главному. Вот уроды! Ну и на первом месте у нас достаточно эпическое такое зрелище. В виде убийства союзной артиллерии, которой целых 4 штуки в этом бою. Для начала это взвод ФВ-215-Б и Е-5. И к ним подключается совершенно левый ИС-7-й, который наносит урон 261-му и с первого же попадания голубеет. Причем делает он это на полном ходу. Ну, дедовский вертухан. Я думаю, вы знаете, что это такое. Разумеется, союзники, которые не любят проигрывать, тем более из-за каких-то голубцов, начинают наносить им урон. Здесь еще ББшка какая-то от арты прилетает, но она не достигает цели. Ну, собственно, это как обычно. Артиллеристы очень любят играть на ББшках, чтобы один раз зарядить и больше ничего не сделать. И то, не каждый бой. Ну, да ладно. В общем-то, в итоге разбирают 215-Б совместными усилиями союзники. И потом принимаются разбирать ИС-7-го, который пишет в чат, там, отцепитесь, типа, от меня не трогайте. Не трогайте меня. Я весь такой хороший, я всего-навсего арту там покалечил. Я ведь ничего такого плохого не сделал, пацаны, за что? Я ведь такой хороший, белый и пушистый. Я вам бой слил, ну, а больше я вам ничего плохого не сделал. Фигня, подумаешь, что две арты там откинули, третью покалечили, которая там тоже занята сейчас не тем, чтобы наносить урон противникам, а занята тем, чтобы выцеливать голубых. Ну, собственно, я думаю, исход понятен, потому что уже минус 4 ствола. Но Е5-му, который убил одну из арт, этого мало. Он возвращается к себе на базу, чтобы продолжить свои злодеяния. И вот таким вот образом он у нас подъезжает к 261-му, получает от него пенделя. Так, я сказал, получает пенделя, где-то тут это было, да, вот, ББшечкой походу. Вот, дальше пристает к артобату, уничтожает артобата, это уже второй фраг на его счету по союзникам. Ну, и, наконец, добивает 261-го, и уже только после третьего фрага он отправляется в автобан. Интересно у нас работает эта система, ничего не скажешь. Ну, что ж, ребят, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте категорические лайки, и увидимся в следующем ролике. Ну, а пока... пока! Субтитры создавал DimaTorzok